Когда мы создаем множество дихотомических предикторов в логистической регрессии, чтобы затем из них выбрать значимые, мы тем самым существенно снижаем мощность выборки. Если бы мы пытались проникнуть на шестой уровень, то есть рассматривать в том числе эффекты шестого уровня, у нас были бы десятки тысяч дихотомических переменных. Мощность выборки для такого количества предикторов снизилась бы колоссально. Очень многие предикторы из-за этого машина оценила бы как незначимые. То есть фактически происходила бы недооценка значимости, занижения значимости очень многих предикторов. В логистической регрессии, а в деревья классификации этой проблемы нет. Однако есть проблемы, которые свойственны и логистической регрессии, и деревьям классификации. Если мы рассматриваем процедуру добавления предикторов в модель, она при прочих равных дает худшие результаты по сравнению с процедурой отбора предикторов из общей системы предикторов, то есть пошагового удаления. К сожалению, деревья классификации в принципе не могут быть построены на принципе пошагового удаления. Логистическая же регрессия может быть построена, но процедура пошагового удаления в логистической регрессии предъявляет еще более жесткие требования к количеству предикторов и относительной мощности выборки. Уже работая с предикторами третьего, второго и первого уровня, я получил невозможность расчета результатов в силу нисходимости алгоритма логистической регрессии. Таким образом, логистическая регрессия с пошаговым удалением предикторов может работать в нашем случае только с эффектами первого и второго уровня максимума. Вторая очень большая проблема, которую делят между собой деревья классификации логистическая регрессия, состоит в высокой чувствительности к форме распределения независимой переменной. Если зависимая переменная, как в нашем случае, распределена неравномерно, это накладывает большой отпечаток на получаемые результаты.